приехали мы в дом у нас опять страшная метель смотрите все завалило дом уже практически не видно сюда по-любому надо покупать снеговый уборщик руками очень тяжело снега много постоянно у нас метели ураганы так заваливает за одну ночь вообще позволила проход полностью придется откапывать Денис там откапывает а я тут в машине сижу вот возле соседей у них расчищена у нас сегодня всем привет у нас сегодня крайний выходной из четырех праздничных дней мы конечно же опять в доме все четыре дня здесь торчали хочется уже доделать наконец-то ванную вроде бы как сегодня Денис сказал что должны доделать все поставить уже останется только штангу и шторку сейчас еще должны подъехать родители будем делать все вместе ну что ну я уже в доме Денис откапывает смотрите как все замело перемело вот такие у нас сметели февраль-март всегда так скорее всего летом уже как раз они будут подешевле снегу уборщик нужно будет приобрести иначе так всю спину заканчает себе смотрите вот у нас камера стоит она направлена сюда как раз на окно в зал сейчас Денис посмотрит что-то там снялось или не снялось есть ли какие-то видео на камере что у нас из новенького зеленой полки не стало я так смеялась когда прочитала этот комментарий еще лежала рано встала лежу и прочитала комментарий и что-то так захохотал что даже Денис проснулся и говорит что ты смеешься я ему прочитала комментарий ваша зеленая полка не подходит ну в общий стиль ванной и он тоже сначала не понял о чем речь а потом когда понял тоже хохотал но ребята это была не зеленая полка это был гипсокартон на который естественно мы положили кафель ну я говорила может быть не все услышали но вот теперь вы наверное понимаете что мы хотели вот так сделать сюда вот встанут все шампуни мыло ну это здесь мы ложки мыли это уберется естественно здесь Денис уже все замазал я вам показывала как он это все делал ну вот теперь все замазано все готово сегодня он будет заниматься этой частью ванной будет подключать машинку он уже тут видите вчера что-то делал подключит машинку я надеюсь поставит столешницу вырежет раковину многие тоже писали что раковина слишком маленькая неглубокая ну не знаю ребят у нас конечно стояла огромная чуть ли не метровая в квартире бесспорно это удобно но не у всех же позволяют возможности ставить такие раковины есть квартиры и совсем с маленькими ваннами поэтому я думаю ничего страшного в этом не будет ну а теперь внимание прям сходу идем смотреть ужасную пыль которая у меня скопилась гардеробной естественно вы наверное читали кучу комментариев о том что двери без бесспорно нужны что будет ужасная пыль в доме вот я вам хочу прям без подготовки какой-либо показать вот эта часть гардеробной у нас сделана месяц назад и сразу же я сюда развесила белье думаю кто там ломится это денис развесила белье еще тогда мне сказали зачем развесили белье все будет в пыли как видите у нас идут строительные работы здесь Денис пилит вот пыль штробит кухню и зал штробил ну в общем здесь везде пылище и давайте посмотрим сказали что все что висит будет страшно все в пыли вот без подготовки вам все показываю возможно пыль есть какая-то не знаю оцените сами сильная ли пыль так вот темные вещи на них наверно будет видно пыль есть я вообще не вижу никакой пыли вот темно-зеленая кофта давайте посмотрим если какая-либо пыль на плечиках тоже нету темные вещи висят ну короче вот белый халат висит и и вчера одевала фокусируйся давай а то люди не поверят если честно вот объективно у меня в закрытом шкафу в квартире пыли было больше гораздо я вообще почитала комментарии да про пыль про двери опять же их было очень много и я поняла что люди поделились на две категории те у которых есть точно такая же гардеробная комната как у нас они мне все сказали алена не переживай все хорошо такая должна быть гардеробной все вы правильно сделали пыль она есть всегда и везде мы на одной планете живем такая же пыль как как у меня и у вас есть все одинаково в общем-то пыль пугает только наверное лентяек и засранок которые у которых ну как говорится если пыль лежит то она лежит везде у меня в квартире была были все шкафы закрытые но тем не менее у меня там была куча пыли так точно так же я там убирал поэтому меня она абсолютно не пугает и вторая категория людей у которых не было никогда такой гардеробной но они почему-то все считают что так делать нельзя и будет куча пыли и все запылится и все это неправильно каждый имеет право на свое мнение но я с каждым разом с каждым днем убеждаясь что мы все сделали правильно многие еще сказали что вообще таких гардеробных как у нас не бывает и что мы сами это все придумали сейчас он специально ставлю картинки обычных гардеробных реальных которые тоже с окном и тоже без всяких дверей еще потом многие написали что это все не генично что у вас там и верхняя одежда и постельное белье я конечно не знаю как у нас люди в обычных квартирах живут неужели у каждого есть отдельный шкаф для постельного для там нижнего белья у меня даже в квартире было всего два шкафа и в каждом из них хранилась и верхняя одежда и постельное белье и моя там какая-то одежда и внизу хранились коробки с обувью и открытая обувь хранилась и что только и ремни и сумки какие-то все хранилось в одном шкафу я не знаю неужели у нас народ такой богатый что у них для каждого для каждого есть для каждой одежды есть отдельный шкаф но не поверю ребята у вас точно также все хранится в одном единственном шкафу родители приехали мама привезла мои растения тут парочку которые у нас были а это же не мое нет это белое как ты любишь она такая знаешь прям белым таки такие красивые на и не ухаживая мы потом его город высадим просто мне сейчас вместо подроса надо а здесь холодно нет гераль знаешь как любит холод у нас в этом подъезде стоят гераль соляшина подоконники 40 градусов мороз был она прекрасно цветет не вот вот эти оба самые хорошие потому что те солнечные они будут гореть а вот эти окна у самых хороших уже есть солнышко поэтому ящики с разами тесно цветам это я машину здесь которые как быть вашу вот орех привезла грецкий орех не растет и вот потому что он она дерево был корень должен углубляться а углубляться некуда надо его уже в землю да ему некуда углубляться и вот он так и как бы целый умирать умирает но нет ничего не будет ну вот ему некуда уже все и он конечно пропадет в этом горшке у него уже корень он же у цветов мочковидные корни а у этого прямо в глубь такой прямой уходит а он то все уже вот до дна достал ему расти вглубь надо некуда а ну я пересадила большой горшок реакции никакой не было видать я так отсадила вид файлов ну видать движения не было никакого как это я сюда пришла перед окошком стояла снимала он должен был включиться ребят сегодня у нас поистине незнаменательный день мы впервые в жизни впервые в этом доме будем что-то готовить и это будет хлеб потому что мне пришла хлебопечь кт-306 от компании китфорд который позволяет готовить различные виды хлеба джем кексы и также различные виды теста корпус прибора сделан из сочетания нержавеющей стали и пластика в верхней крышке есть прозрачное стекло через которое мы с удовольствием наблюдали за процессом приготовления хлеба в комплект вместе с хлебопечкой идет конечно же руководство по эксплуатации и очень здорово что здесь полно рецептов различного хлеба классический французский с отрубями цельнозерновой кекс сдоба в общем все что вашей душе угодно а также очень много советов по выпечке хлеба идет также мерный стаканчик в комплектации мерная ложечка там есть с одного края чайная с другого столовая и также вот такой классный магнит с всей техникой китфорд это очень приятно но здесь все стандартно форма для выпечки с хорошим покрытием хлеб извлекался вообще без нареканий мы тут с мамой болтали читали смотрели пока мужчины работали мы тут с мамой изучали хлебопечь как она работает читали советы по приготовлению отмеряли необходимые нам продукты и очень радовались то что нам пришла хлебопечь как раз недавно об этом говорила что хотела бы приобрести и научиться печь хлеб ну а здесь мы прочитали рецепт и решили первым приготовить французский хлебушек здесь вообще 12 автоматических программ вы легко можете приготовить вкусную домашнюю выпечку ржаной хлеб джем десерты замесить тесто на пироги просто или пиццу может можно начать приготовление в более позднее время используя функцию отложенного старта или наоборот воспользоваться программой ускоренной выпечки хлебопечь также снабжена функции выбора веса готового продукта можно выбрать булку хлеба 400 весом 450 грамм и можно выбрать 750 грамм и цвет корочки тоже вы выбираете соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями во время приготовления также есть возможность добавить в тесто дополнительные ингредиенты например цукаты или орехи мы с большим интересом наблюдали как она все замешивает это просто здорово и ничего короче все соседстве жили ничего такого нету машины машинную сумку и все помыло все на улице вытряхнула все на улице вывесила выморозила все с моющим средством потом водичка все тело яхала все ополоснуть чистенько мы в деревне как с мышами жили не знаю ну всю жизнь с мышами жили ну в деревне мыши амбары тут сараи мыши крысы бегают все по соседству жили ты чё сейчас у людей будет культурный шок они мне сказали что нельзя в одной гардеробной обувь и пастельное белье хранить а ты конечно с мышами жили а вот там у нас дома 5 этажки стоят у них на пятом этаже мышки водятся а что теперь это соседство бог дал каждую тварь каждая жить должна мышка беззаминное существо ну и что все помыла все продезинфицировал сейчас все вытро что тут такого идем под отчет тебе тут работа полным ходом так пытается закончится ванной все идем под отчет тебе все иди сюда 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 и его еще с мощи взяла фабриковская потом все переполоснула у нас пока склад коробок готов а ножи и понятно где ну что на какой-то ножи нету это все для кухни потом мне кажется у меня кухни не хватит на настолько сколько у меня тут есть а может мы их вообще куда-то отдельно может кто-то нет если ся посуде не здесь может принести оба средства для мусия сожгли твое масленицы не успел как у нас сожгли он так хотел масленицу же потому что папа сагар с моим марш портретами два пуза на вы в этом в рамке а потом еще перебрать нет прям преображать может покрашу если не понравится зачем а как ты будешь ешь сейчас стверлить будешь этот как всегда уши ешь прям кафе будешь долбить зачем долбить сверлить да вот вставать то сейчас нельзя конечно тут еще один застык а вставать не надо зачем вставать просто отсюда а где эта дверца петель говорю нету я же 12 петель только заказывал петель нету петель это не хватает здесь вот прям преображается ванна да на голову все уже ага кран нормальный об который мы будем биться ну бомбиться это представляешь надо это даже не согнешься так вот как человек умывается вот человек умывается правильно вот она никуда не льется на край не льется на край не льется если даже на все вот открываешь то кран не льется ну как вот человек чтобы бомбиться это вот как надо сцепь на цыпочки и засунуть туда лицо ну вы че ну обычная раковина обычный кран вы что здесь же вот еще посмотрите сантиметров наверное по 8 по 10 еще смотрите края если куда-то брызнет она же вот куда брызнет а как как еще у них и там также было а как еще вот куда шел человек помыл руку вот наклонил голову в этом мусе но все так пока как в деревне у нас пока там ведро стоит но у нас нету комплектующих и вот одну на одну а сделаем петель не хватило да а я думаю все нормально все просто все как везде да нормально все ну я говорю вам кому-то просто показалось что очень низкий кран нет ну хорошо а если вот как раньше в советских домах устали издавались дома вот эти обычные вот полукругой на овальные ну то же самое как же люди сразу вышибали эти раковины и ставили ванны что ли сюда корыто то же самое что вы думаете зачем вы думаете все то же самое все нормально и глубина хорошая у этой зачем корыто сюда ставить зачем нет ну хорошо если на то дело пошло тогда не надо рапина вот она вот тогда вот вставай умывайся это тоже узкая ага мама неправильно поставила ну пардон тут происходит волшебство кажется печка начала печь смотрите как хорошо поднялся хлебушек я даже боюсь к ней подходить боюсь чтобы он не опал там в общем так здорово уже даже пахнет хлебушком прозвучал звуковой сигнал хлебопечка известила о том что она приготовила хлебушек его можно доставать вот так здорово получилось достать я боялась что он прилипнет к форме но нет все извлеклось очень легко и специальный есть крючок для того чтобы извлечь лопатку из хлеба это очень просто оказалось сделать и посмотрите какой получился красавец я честно просто не ожидала даже что в хлебопечке может получиться такой хлеб мамка бывала вы знаешь такая квашня деревянная была вот такая кадушка на 7 уже пекли хлеб и не на один день там на 3-4 дня пекли руками вот так месяц блин а ты же спина отваливалась мы вот помогали мамке месить там по локоть же вот так вот прямо в это тесто ой месишь 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 а я говорю вот сейчас видишь какая красота у нас хлеб еще готова насколько женщинам облегчают труд да я вот всегда говорю спасибо тем людям кто придумал стиральную машину такое облегчение стиралка да это такая помощница и спасибо вот кто вот такую технику выдумывает я говорю какое хозяйки облегчение раз пока говорю утром проснулся туда-сюда убрался и хлеб готов да как красота вещи постирались хлеб готов нефти назвали и вот представляешь Ален вот ложишься спать вот все засыпал хлебопечку утром проснулся да свежий хороший хлебушек да это же такая красота ой спасибо честное слово производителям спасибо тем людям кто вообще придумывает эту технику спасибо это просто женское счастье я буду хлебопечкой это да это вот я говорю сейчас все это разберешься кухоньку сделаете можно всякие хлеба перепечь высокий ноздреватый с темной корочкой а запах какой ребята просто обалденный ссылочку на данную хлебопечь оставлю под видео в описании ребята есть вещи которые мне хочется от души вам посоветовать вот это одна из них плохо что камера запаха не передает вкусы смотри во первых он очень легкий давай пушистый и вот это вот то что называется ноздреватый такой весь хлеб с минажом весь выпрямляется прям назад смотри какой он еще просто еще теплый а запах а запах вообще прям изумительный значит мы не вредный раз в доме хлеб получился ага нет и главное там мужики работают своими делами занимаются главное у них там свои эти клеем пахнет все прибежали главное ой что так пусто пахнет прибежали хлебушка истекся ой ну очень хороший конечно нет вот правда это вот такая такие вот помощники в быту вот эта вся техника и пожалуйста на ночь в этом коснуться свежий хлеб и не надо в этой в квашне бежать замешивать его там стоять над ним обивать смотреть как бы он из этой с кастрюли не убежал это получается то есть спекла французский сейчас я вот здесь вот поближе покажу сколько там хлебов можно испечь ой смотри нет я наверно так не покажу наверно у нее нет ой сколько хлебов солица можно классический французский с этими затруднями посмотрите сколько там функций ой придемте вот у нас такой будет сегодня перекус хлебушек собственно в приготовлении хлеб если вы сейчас не придете то многое пропустите вкусно да скажи как рассчитаны все пропорции и соли достаточно да там все пропорции такие больше ничего и не надо сколько лет йогурт можно налить дегустатор хлеб дегустаторы а хлеб вообще прикольный смотри а посмотри какой он издреватый Денис вообще классный смотри Денис вот так смотри а зачем ты смотри Денис вот так его делаешь хоп а он хоп так надо смотри берите колбаску вот точно вот как пропорции все там это в рекомендованных мы там в книжечке вот пропорции как все соблюдены и соли и сахар вот все да вообще какая красота